Здесь, в 192-м квартале, во время прыжков на батуте, 4-летний ребенок ушиб ногу. Благо, дело не дошло до обращения в больницу. Вообще же, по информации медиков, за два месяца весны на городских аттракционах пострадали уже трое детей. У нас первый раз такое случилось. Вообще, еще лета нет. У нас никогда не было таких случаев. А это уже второй пострадал. Валентина Николаевна, администратор аттракциона, сетует. Как не предостерегай родителей о безопасности детей, многие так и норовят оставить ребенка без присмотра. И переложить свою ответственность на сотрудников развлекательных площадок. Родители же тоже. Они не воспитывают. Они не говорят, что делать, как делать, как вести. Это я уже вижу третий год. Я говорю, вот я третий год работаю, у меня волосы дыбра встают. Бросили и пошли. Бросили, пошли, поехали. Мы отъедем. Конечно, не все родители безответственные. И некоторые готовы попрыгать на батуте вместе со своим чадом. По крайней мере, этого требует техника безопасности. Тут сразу предупредили, что если младше пяти, то только с ним, с ребенком. Иначе не так. Все дети у нас, сильно их не мешаем, чтобы маленькие с большими не прыгали по технике безопасности. Все предметы острые, колющие, режущие кепки, все снимаем. Ботиночки снимаем. Жвачек, чтобы не было у детей. Подобные аттракционы нельзя назвать абсолютно безопасными. И за этим должны следить не только организаторы таких развлечений, но и родители. Взрослым нужно помнить простые правила. Надувная конструкция должна крепиться прочными канатами, надежность которых при желании можно проверить. Поверхность батута должна быть без порезов и надрывов. У входа в аттракцион должен дежурить оператор, задача которого не только лишь собирать деньги с родителей, а сильную жару или ветер от прыжков на батуте лучше отказаться совсем. Ольга Отюбрина, Антон Бархатов, Местное время.